МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Провести профилактическую работу, где-то разъяснить гражданам, где-то каким-либо действием пресечь правонарушение. Ну, а как факт, тот, который уже не удается предвидеть или пресечь, тогда уже его приходится выявлять и в дальнейшем предъявлять вред юридическим, физическим лицам и взыскивать его. Братьба с браконьерами, конфискация автомобилей и профилактическая работа. Абусим гэтым сегодня пойдет размова в программе ДИЯЛОХ. Гостем студии станет начальник Гомельской областной инспекции оховы живёльного и рослинного свету Андрей Долги. Глядите ДИЯЛОХу промым эфиры на телеканале Беларусь-3 сегодня у 19-х 1-20 хвилин. Нумер телефона у студии 77-68-45. Все лет организация облспожил Союза выплатили насильницу за сдаденную сельскогасподаршую продукцию омаль 30 миллионов рублёв. При этом споживецкая кооперация набывает широкий ассортимент от бульбы и садовины до грибов и ягод. За ресурсами харчового рынка ознайомился Олег Сентюров. Гомельский центральный рынок – один из буйнейших ООО в области реализаторов сельскогасподарчей продукции. Зараз за месяц тут продается до 370 тонн садовины Городины. В середнем году отримывается 12-14 тонн на протягу дня. Для реализации уроджаев на рынку постоянно працуют 13 гандлёвых лотков. Облспожил в Союзе кажуть, что и пкнутся утримывать цены на минимальном акчемом узровне. В одворотном выпадку реализовать усе нерахтованное будет вельми проблематично. При том, что подчастки ромашов у выходные, когда конкуренция особливо значная, и эти цены могут сменьшаться еще на 10-15%. Быда и самая дорогая продукция – зелень по 5 рублей 72 копейки за килограмм. Сирот самого танга в этом году – капуста по 27 копеек, бульба по 30, цебуля и моркова по 33. Продавцы констатуют, мода на замежную продукцию застается в минулом, все незначным попытам корастается тое, что выращено на белорусской земле. Приходят, берут сетками, заготавливают на зиму и капусту, и картошку, и яблоко, и все продукции. Фасоль берут, клюкву. Именно спрашивают, что белорусская продукция. Им кнение набывать шмат и рабить запасы на зиму – особливость психологии людей, якея, если памятнують минулые часы с пустыми полицами, ци у лепшем выпадку – продажам у специализованных крамах сапсаванной сельско-гаспадаршей продукцией. Але с того часу шмат чего изменился, и на явности сучасных словишев уже никто не здявляется. Инша справа, что протяглая спекотная надвора, не самым лепшим чином уплывая на ураджайность некоторых культур. По этой причине теж яблоки, например, або спажив Союз все это набывал у Тымлику и у инших областях Беларуси. Хоть и у таких умовах организации Галины уже выплатили поставщикам за набытую продукцию 30 миллиону динаминованных рублев на 2 миллионы больше леточника. Садовины и Гароднины повинны хапить, як минимум, до нового ураджаю. Все районы потребительские общества обеспечили в текущем году прогнозный показатель заготовительного оборота. Все районы работают достаточно стабильно, ровно. Сбоев практически в данном вопросе не возникает. Олег Синтюров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Орад Беларуси установил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Як вядома, яны и тышатся только их основных опералику. Налечаться субсиды будуть по заявным и выявным принципах. У першем выпадку документы треба приносить самостойно. У другим процесс налечения субсиды будзе автоматичным. Под рабязностью Марины Северьяновой. Не глядячи на тое, что указа о предоставлении безнаявных жильевых субсидий почауденничать с першого костричника, питанию застаётся шмат не только у насельництва, але и у самих работников жильево-коммунальной господарки. Бо нового введения треба спочатку, як кажуть, проверить на практице. Поколь же специалисты комментируют черговые удокладнения. Так, на днях у РАД вызначил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Что тучится расходу воды, то тут ничего не изменилось. 140 литров на человека в сутки. А тых обслугований так само. Это 20 квадратных метров на кожного зарегистрованного, плюс 10 квадратов на семью. Для пенсионеров и инвалидов субсиды наличаются на всю площадку квартиры. Если у нас по техническому обслуживанию и ранее применялся норматив 20 квадратных метров, то по капитальному ремонту таких нормативов у нас не было. В соответствии с данным постановлением для расчёта суммы субсидий будет применяться также и норматив по капитальному ремонту, который также равняется 20 квадратных метров и 10 квадратных метров на семью. А кроме того, заявились нормативы на подогреву воды. Так, будя различиваться, колькость гигакалорий, такие тратятся на это что день. Ранее платили по фактичным споживаниям. Также не было норматива у нас на теплоснабжение. На сегодняшний день для расчёта субсидий будет применяться норматив на отопление, который будет рассчитываться на один квадратный метр. И при этом в расчёт будет браться на одного зарегистрированного, также 20 квадратных метров на одного зарегистрированного и 10 квадратных метров на семью. И также обращаю внимание, что на пенсионеров и на неработающих инвалидов данная норма также не распространяется. По электроснабжению также появилась дифференциация. Если мы в основном применялись ранее 150 кВт-час на семью, то на сегодняшний день в соответствии с постановлением там предусматрена градация в зависимости от количества членов семьи. То есть если это один человек, то это 60 кВт-час, там два человека, 75 и так далее. Нагадаем, с документами для отримания державной допомоги на оплату жильево-коммунальных послуг и любыми питаниями, які отыщатся к этому процессу, можно звертаться у службы субсидирования. На протягу кастричника яны почнут працовать во всех жильево-коммунальных господарках. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Простановники Гомельской и Витебской областей змагалися за право носить чёрный берет супрацовников от Рады милиции специального призначения. Кандидаты повинны были здействовать маршки док по пересеченной мясовости на 7 километров, передолить шерых пирожков, среди яких паст, капот, болото и буралом. Продемонстровать навыки докладной строльбы и узять у делу спаррингу. Як показывая практика, с комплексом выпробования усправляются не все удельники с поборницей. В основе из 11 претендентов право носить чёрный берет отримали только 5 тёра. Однако, темка, что у неё из нагорода? На этой сдаче у нас 9 претендентов на чёрный берет. Из них два сотрудника, которые квалификационные испытания в мае месяце прошли неудачно. И вот они сейчас свои силы повторяют. Но по положению о чёрном берете в Гомельском ОМОН никто не сдаёт квалификационные испытания дважды с подразделения, самостоятельно уходят в другие службы. Мазаргас примав гостей из усёй краины. Тут проходил республиканский огляд конкурс название «Лепшей аварийной бригады» в творчих обеднания «Белпалево-газ». Подробязности в сюжете телеканала «Мазыр». Самые профессийно подкованные газовщики краины собрались на базе «Мазыргаза», как вызначить «Лепших» из «Лепших». В республиканском огляде конкурсе приняли у дел 7 команд. У каждой по 3 человеки. Оценку журы давала комплексную. От теории до практики. В рамках конкурса проходит проверка теоретических и практических навыков работы специализированных подразделений аварийных служб, заснабжающих организаций. А также комплектация специализированных автомобилей, материалами, оборудованием, приспособлениями для локализации и ликвидации аварий на объектах газораспределительной системы. Важность постоянной боеготовности аварийных службов пытание далеко не опошнее, бо минавитат гэтых людей у экстренных ситуациях частяком залежит человечея житем. Масштабный огляд конкурс – гэта своего рода профессийный экзамен для кожного филиала «Бел-Палево-Газа». Получаю такую техническую навыку и учебу, которая применима на практике и они уже в последующем готовы к любым задачам для локализации и ликвидации аварий. Плюс происходит общение между собой, обмениваются опытом, показывают знания. В 2017-м профессийные споборництвы будут проводиться в Витебской области. Представники гэтых регионов оказались на первом месте. Добрые покажки по выниках конкурса и у Мазыран. Они заняли другое место. Тройку лидеров замкнули супрацовники Могилёв-Абулгаза. Катярына Юрченко, Светлана Грудькович, Слав Прописнов, телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Зараз на Гомельщине проходится областная профилактичная акция «Няхай за всюды будзе мама», примеркованная до республиканского дня мати, який, что год, означает с 14-го кастрышника. У Гомельским областным центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отбылся круглый стол по пытаниях материнства. На им обмярковывались такие важные аспекты, як захование семейных каштовностей и повышение репродуктивного здоровья женщины, а так само попередняя психологичная и физичная подрыхтовка будущих батьков до планования детяти. Так, подчас круглого стола прохудшала. Датяжарностей лепше рахтоваться загадя. По-перше, обо двум батькам треба отмовиться от шкодных звычек. По-друге, прикладно за три месяцы до планования детяти необходно звернуться до урача, який призначит обследование. Варто означать, да гэта бадай самый важный у житти кожного человека падеи на роджение немовля добро подрыхтовать себе и шеи морально, кали необходно звернуться за допомогой психологов. У целом, подчас проведения областной профилактичной акции «Няхай завсюды буде мама», якая протягнется на Гомельщине до 14-го Кастричника Уклюшна, у регионе запланованы целый комплекс мероприемствов, накерованных на умоцывание семьи. Доведаться про их больше подробязно можно у друкованных сродках массовой информации и на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Это будут и консультации специалистов, это будут и прямые телефонные линии, на которые будут работать и онкомомологи, и акушерогинекологи, и врачеволеологи, и психологи, и педиатры. То есть это обширный, можно сказать, спектр мероприятий, который ожидается при проведении данной акции. Это и проведение групповых занятий, это проведение занятий в школах здоровья и ряд других мероприятий. 13-го кастрышника на телеканале ТРО «Союз» у рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. У эфира можно будет убачить информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастацкие программы в творчестве ТРК «Гомель». ТРО «Союз» сегодня ожидаёт что-то дневное вяшание. Его потенциальными глядачами заявляются больше за 60 миллионов жихоров России, Беларуси и инших краин СНД. На первые дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденты у Минску и Москве потекавились, что ведают столичные жихоры про наш областный центр. Гомель я знаю, у меня дядя в хоккейной команде там играл, в Гомеле. В Гомеле у меня жили родственники. Да, о Гомеле я слышал, у меня там живут друзья. Могу сказать, что Гомель, наверное, является одним из самых чистых городов Беларуси. Потому что был там однажды, был проездом, скажем так, и он мне понравился в том числе и архитектурой. То есть, ну, хороший город. Я помню, замечательно. Я была в этом городе, мне так понравилось все. В парке, там было в воскресенье, люди пели, танцевали. Мы тоже пели, мы были в восторге. Замечательный город. Очень красивый. Вы знаете, даже вот как будто бы в детство окунулась в этом парке. Такая красота была. Все пели, все плясали. И пожилые, и молодые. Вообще чудо. Я в городе Гомель один год учился. Там все хорошо, все нравится. Красивый парк. Там очень красивый парк. Мне нравится. И поэтому, наверное, первое, что можно асоциировать с этим, это красивый парк. На этом выпуске завершенный. У студии працывал Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин